Простой, конечно. С одной стороны, в такую погоду забей еще один лишний гол и все было бы помогло. А так качели. Пока реализация у нас хромает. Но это, видимо, когда строится команда, всегда вот эти издержки, они вылазят в первую очередь. Поэтому терпение, терпение. Хватит терпения, точно. Будет все управляться. У всех должно хватить терпения. Потому что понятно, что и селекцию нужно готовить более улучшенно на будущий сезон. Есть определенные проблемы у нас, которые мы не смогли сейчас не берем закрыть. То, что с трибуны слышатся. Ну, как? Ведь я же не первый сезон в футболе и за свою тренерскую карьеру насосился все. У нас же гол забили, молодцы. Гол пропустили. Везде же так. Это же, ну вот, пример. Играет Батеса Станова. Ой, два голоса стандарта. Ну, куда смотрит тренер? Ну, это разница. Правильный комментарий. Куда смотрит тренер? Что игрок исполнил в угол, вратар не достигнулся и кто-то проспал. Ну, тренер может все расписать, рассказать, вот ты с ним играешь. А человек раз. Человеческий фактор. А никто не обращает внимания, что есть проблемы с составом у того же Батеса и у нас есть проблемы с составом. Сравните. Спасибо, Слава, хоть футбольный человек, он немножко видит. Что Динамо стала немножко играть по сравнению с, что было раньше. Но все же хотят только голу. А то из голы они... Если логично строить игру, надо логично быть. А если спонтанно, забили, не забили, забили, молодцы, не забили. Но база всегда на игре. Если есть у команды и будет игра, она будет стабильнее. А когда нет игры, будут качели. Спасибо. Есть еще вопросы? На игру ставить не за месяц, не за 3, 4, 5 недель.